Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня я расскажу тебе о самом главном триггере, который может сильно повлиять на курс биткоина в будущем, и более того, он полностью изменит ситуацию на крипторынке. И я сейчас говорю не про биткоин ETF, который может быть впервые принят в США. Если мы говорим про DeFi экосистемы, прежде всего мы вспоминаем Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, может быть Solano и несколько других, но в ноябре все изменится, в ноябре 2021, причем очень радикально. Когда в последний раз биткоин получал какое-то масштабное обновление? В последний раз это было в 2017 году, да, практически 4 года назад. Это было обновление под названием SegWit, софтфорк, который обновил блокчейн биткоина. Он изменил то, как хранятся данные в каждом блоке и как проверяются транзакции в сети биткоина. Софтфорк, в отличие от хардфорка, это такое изменение блокчейна, которое совместимо с предыдущей версией. Это обновление в 2017 году привело к появлению биткоин кэша. Его создали люди, которые были не согласны с изменениями в основной сети биткоина. До сих пор биткоин кэш называет себя истинным биткоином. Таким образом, обновление SegWit для биткоина фактически разделило биткоин-сообщество на две неравные части – биткоин и биткоин кэш. Я помню, как мы переживали этот момент, который мы называли, по-моему, хэш-войнами, если я не ошибаюсь. Уже 4 года с тех пор прошло, вот время летит. С тех пор никаких значимых обновлений в сети биткоина не было до этого момента, ведь впервые за последние 4 года биткоин снова получит масштабное обновление уже в ноябре. На этот раз куда более масштабное, чем просто изменение механизма хранения данных. Биткоин получит то, что сделает его прямым конкурентом, таким блокчейном, как Polygon, Ethereum, Solana, Binance Smart Chain, Cardano и так далее. И именно поэтому это обновление может привлечь в биткоин большое количество разработчиков и пользователей, тем самым увеличивая спрос на главную криптовалюту, что потенциально может привести к росту цены биткоина в будущем. Давай же разберемся, что это такое Taproot и как оно повлияет на биткоин. Но сначала не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если ты тут впервые. Здесь мы регулярно говорим о том, что происходит в мире криптовалют. Поэтому если тебе это интересно, почему бы не подписаться? Кстати, большое спасибо за 222 тысячи подписчиков. Очень красивая цифра. Итак, Taproot это софтфорк биткоина, который привнесет в блокчейн главной криптовалюты ряд технических улучшений, для того, чтобы транзакции стали более приватными и масштабируемыми. Это одно из самых долгожданных обновлений за всю историю биткоина, и оно включает в себя три подпункта под кодовыми названиями BIP340, BIP341 и BIP342. Давай разберем каждое это обновление и что оно несет для биткоина. Начнем с BIP340, которое называется «подписями шнора». Это обновление полностью меняет подход к конфиденциальности и масштабируемости сети биткоина. Кроме этого, оно увеличит пропускную способность биткоина. Это можно назвать самым масштабным апдейтом программного ядра биткоина с 2017 года. Без его интеграции в биткоин весь Taproot реализовать просто-напросто невозможно, поэтому это очень важное обновление. BIP342 или же TabScript. Как понятно из названия, это обновление, которое предоставит разработчикам биткоина новую улучшенную версию языка программирования, что даст возможность создавать те же смарт-контракты и другие варианты использования биткоина, которые до этого обновления были невозможны. И, наконец, самое главное – это BIP341. Непосредственно сам Taproot. Он реализует в сети биткоина так называемые «масты». Не будем вдаваться в технические подробности, давай сразу перейдем к результату. Это обновление, которое позволит создавать в сети биткоина сложные смарт-контракты. Это значит, что в истории биткоина начинается новая эра, а на крипторынке наряду с экосистемами Binance Smart Chain, Ethereum, Solana Polygon и другими появляется новая DeFi-экосистема, на этот раз построенная вокруг биткоина. Ты просто задумайся, какой это момент для главной криптовалюты. И это будет уже в ноябре. Сейчас в сети биткоина уже есть смарт-контракты, но они очень дорогие и занимают очень много места в блокчейне. Taproot сделает их дешевыми, намного менее объемными в плане занимаемого места в блокчейне, а самое главное – интуитивно понятными в использовании и создании. Люди говорят про биткоин, что это цифровое золото, но пора вспомнить, что это также и технология. Обновление Taproot, грядущее в ноябре для биткоина, может превратить биткоин в сильного конкурента для Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain и других крупных DeFi-экосистем. Как мы видим, биткоин даже без Taproot уже наступает на пятки Binance Smart Chain. Я думаю, внедрение такого масштабного обновления добавит биткоину множество способов использования. А что такое способы использования криптовалюты? Это новые разработчики, это новые пользователи, а значит и новые источники спроса на эту криптовалюту. А как известно, спрос и дефицит приводят к росту цены актива. Кстати, нашумевший проект интернет-компьютер ICP, похоже, уже готовится к этому. И прямо сейчас они готовятся к интеграции с биткоином, прокладывая путь для смарт-контрактов с адресами BTC, которые будут размещаться непосредственно на интернет-компьютер. Кроме него, еще несколько других разработчиков уже готовы запустить собственные новые приложения в экосистеме биткоина в преддверии этого масштабного обновления в ноябре. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк, а также подпишись на канал Телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok